Земле что-то творится. Нужно найти остальных. Некоторых я не видела несколько веков. Слышала, Спрайт? Семья воссоединяется. Давно пора. Состав прелюбопытный. Десять персонажей. Такая большая, не слишком спаянная семья. Если вот это конец света, хотя бы увидим его вблизи. Вот что точно планету не спасет твой сарказм. Серси обладает даром видоизменять материю. У нее давние, но непостоянные отношения с Икарисом. А сколько вы были вместе? Пять тысяч лет. Серьезные отношения в общем. Икарис воин без страха и упрека. Пап, это же Супермен! Вы были в плаще и стреляли лазерными мутебельами. Я не ношу плащи. Фастас способен собрать что угодно. Селен во всех технологиях. Девиантов было больше, чем ты говорил. Уверен, ты славно повеселилась. Ты прав. Фина у нас богиня войны. Ей подвластно любое оружие. Занятный дар. Гильгамеш. Он заступник. Его особенность – мощнейший удар. Это Маккари. Века Вигзета пропадала. Спрайт создает иллюзии. Бывает саркастичный, особенно с Кинга. Я бы сказал, что Кинга немного самовлюблен. Кинга – кинозвезда. Я кое-что и режиссировал. Друэк – телепат, который отстаивает свое убеждение. Выступает против насилия. Не надо. Мы не вмешиваемся в их войны. И есть еще Аяк. Она старшая над вечными. По дару – целитель. Земля. И земляне меня изменили. Эти супергерои – отражение нашего мира. И каждый уникален и неповторим. На мой взгляд, Вечный – самый эпичный фильм, который вышел у Марвел. И я действительно так считаю. Зритель увидит картину, не похожую ни на одну другую. Вначале была пустота. Камни бесконечности и тени оформились сущности. Затем возникло первое солнце, и галактики, и масса всякой всячины. И тогда пришел Кинга. Неподражаемый Вечный. Ярчайшая кинозвезда. Мускулистый и чистый сердце Мон. Ты что-то… что-то сказала? Ладно. Спасибо. Наделенный поистине нечеловеческой силой, Кинга оберегает землян от злобных девиантов. И помогает ему в этом смешная компашка подручных, среди которых… Да-о-о… Ты серьезно? Подручных, значит. Да, хамишь. Я просто сказал пару слов о себе. Да ты всю дорогу, только о себе. Прости, прости, помощников так лучше. Ой, нет, то не совсем то. Ну да. Ковек? Что за спор? Тебе понравится. Ага. А я… Ну так кто мы? Тут… Повтори. Анжелина Джоли ни разу не подручная, а главная героиня. Ну да. Хорошо, хорошо, начну по новой. Мы ведь… Готовы? Начнем? Сделать духу. Поехали. Итак, в начале. Не сверлите меня взглядами. Мне… Как-то так… Ладно, отвернемся. Все, все, уже отвернулись. Да, так лучше. Спасибо. Ну, снимаем. Закончив сагу бесконечности, мы обдумывали четвертую фазу, куда двигаться дальше. И поняли, если и есть режиссер, способный перенести на экран гуманистический посыл, размах, эпичность, то это обладатель Оскара Хлоя Джао. Класс! Я и режиссер, что хочет поведать историю. И фанат. Мое видение картины заключалось в том, как совместить в ней эпичность с сокровенностью. Заставить их сосуществовать в рамках фильма. Задача сложнейшая, но тем она интересней. Пойдем. Наш фильм многоплановый. Приключения, научная фантастика. Замысловатая семейная драма. Отпусти их. Придется меня заставить. Мы узнаем, что вечные во многом определяли ход нашей истории, формировали нас, а мы формировали их. То, чем дорожишь, оберегаешь. Она провидец и картину снимает с душой. Фильм колоссальный. Как в плане эффектов, так и в плане сотворения нового мира. Хлоя делала упор на реалистичность везде, где только можно. Персонаж должен восприниматься в контексте конкретного мира. Как Серси, стоящая на фоне Вавилона. Как Кинга в лесах Амазонки. Фильм приобретает особое звучание, когда видишь эти пейзажи. Нам было важно перенести на экран все детали. Замысел, масштабность, все. Вовлечь зрителя в эпическое приключение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok